А бывает так. Семья живут в любви и согласии, а детей нет. Причины бывают, духовные причины, влево. Бывают причины физиологические болезни, чем-то отклонение от нормы организма. А бывают и эти варианты, чем мне приходится довольно-таки часто сталкиваться. И физически всё нормально, и никакого такого жёсткого греха не было. Почему нет детей? Большой знак вопроса, без ответа. Что делать? Но когда отклонение в организме, понимаете, лечиться к врачам. А когда здоровый, всё нормально. Когда грехи, покаяться. А вот когда вот ни то, ни другое. Чё делать-то? Как быть-то? Вот-вот-вот. Мы и говорим таковым. Воскресенье, полдевятого, оказывается, Божья-Мать, нечаянно раз. Зачите молиться. И что бывает? А я вам скажу, вот, в нашу церковь надо высшее повесить. Духовный роддом. Сколько рожают пачками? Никаких. Вот вчера крестили такого, кстати, мальчика с именем Николай. Так вот, без счёта. Вот, мои дорогие. И вот эти молитвы по соглашениям, где оказывается, совершаются каждый день. И Господь совершает вещи потрясающие. Совершает то, что очень трудно языком. Сказать-то трудно. А уж принять-то, кто не имеет опыта, и потом сложнее. Здравствуйте, дорогие друзья. Возникает вопрос. Нужно ли обличать человека, который явно грешит? Две неразрывно связанных между собою темы. Это явный грех, его обличение. И один из таких моментов – некая молитва по соглашению, которая активно пропагандируется и активно навязывается в христианской среде. Итак, что это? И прежде всего, давайте поговорим по многим просьбам о молитве по соглашению. Что это за такое образование, которое возникло на нашем теле Христовом, если мы так считаем, что мы принадлежим телу Христа. И в этом же контексте начнём наше видео именно с обличения. Вот мы видим, что это грех, мы видим, что это заблуждение или просто очень успешный бизнес на наивных людях. Нужно ли об этом говорить или не нужно об этом говорить? Давайте чуть-чуть разберёмся в этом. Читаем Евангелие от Матфея, 18 глава. Если же согрешит брат твой, иди обличи его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, приобрёл ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух, чтобы устами двух свидетелей или трёх подтвердилось каждое слово. Если же и их не послушается, скажи церкви всеобщение. А если не послушается и церкви, да будет тебе он как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что свяжете на земле, будет связанное на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе. Разрешено в плане сделано. И из вышесказанного следует необходимость обличать согрешившего. Собственно, это и есть забота о потерявшейся овце. Значение обличения во всех источниках, во всём писании священном трудно переоценить. Также и в еврейских источниках, в древних. Древний мудрец Раби Мейер говорил, если часть из твоих товарищей обличает тебя, а другая часть нахваливает тебя, то люби обличающих и ненавидь нахваливающих, потому что обличающие приближают тебя к жизни вечной, а прославляющие сживают тебя со свету. Конечно, это форма метафорическая, это не значит, что она те, кто хвалит тебя, те, кто тебя благодарит, ненавидит. Нет, не об этом идёт речь, речь идёт опять о приоритетах. Слово ненависть здесь – это перевод с иврита, с древнего иврита. Некорректно звучит на русском языке. Приоритет – те, кто тебе что-то указывает. Мы не говорим просто о хулителе, которые клевещут. Нет, о которой человек, брат твой, и указывайте на промахи. Как может человек выбрать прямой путь? Полюбить обличение. Тот, кто подскажет, укажет, наставит. Всякое время, пока обличение принято в мире, есть удовлетворение в мире, добро и благословение в мире. И зло покидает его. И в древней книге Мишлей сказано, обличающее к ним благоволение, и придёт на них доброе благословение. Ещё раз скажем, обличение по писанию, а не от своей пустой головы кого-то хаять и хулить. Нет, конечно. И откуда это видно в писании, что видящий в ближнем постыбное, должен его обличить? Начнём с Танаха. И сказанного, обличая, обличи ближнего своего. Это книга Левит, 19 глава, под названием «Ваекра». А откуда далее известно нам, что если ближний не послушал, надо обличить повторно. Сказано дважды, обличая, обличи. Опять-таки, «Ваекра», то есть книга Левит. И даже если он изменился в лице, то есть стал бледен, красен, и тогда сказано нам, и не понесёшь за него грех. Мы это же читаем у пророка Иезекииля. «Если ты не обличил явный грех брата своего в твоей общине, то грех его пойдёт кровью на твою голову. Если ты его обличил, и он не послушал, то с тебя снят грех, а он сам ответит за то, что не слушает и продолжает грешить. А если послушал, то приобрёл ты брата твоего». И говорят мудрецы, есть ли ещё в нашем поколении хоть кто-нибудь, кто способен принимать обличение? И говорит Христос, «Вынь бревно из глаза своего». И обличитель говорит, «Вынь сучок из твоего глаза». А ему отвечает Писание, «Вынь бревно из глаза своего». Христос повторяет древний трактат. И обличая, говорят мудрецы из Священного Писания, «Я прибавляю любовь ко мне», как написано, «Не обличай кощунствующего, ибо он возненавидит тебя». «Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Это мыслей, 9 глава. А кощунство – это святотатство, оскорбление, осквернение святыни, в данном случае Священного Писания, язвительные насмешки, издевательства, неуважение к правилам жизни, к христианству, которое прописано в Писании, подмена его собственными идеями. Если мы откроем гугл, мы увидим, что кощунство – это неуважительное отношение к священным предметам. И только, друзья мои, прежде всего, кощунство, прежде всего, откуда исходит неуважение к священным предметам? Прежде всего, кощунство – это неуважение к Слову Бога, это хула на Духа Святого, потому что именно Он – научитель всех нас. И, конечно же, от этого следует уважение к любому человеку, к его верованию. Я имею в виду другие, иные вероисповедания, которых у нас много на земле, ибо внешних судит Бог, и каждого человека ведёт к себе. Господь Бог, и мусульмане, и индуисты, и все люди на земле идут к Господу Богу, и только Бог знает, каким путём вести каждый народ и каждого человека. Мы с вами не являемся богами, чтобы об этом судить. А так как мы являемся христианами, и наша община христианская, то здесь внутри нашей христианской общины кощунство у нас очень развито. Оно именно к Слову Божьему, потому что происходят чудовищные подмены. И говорит нам Священное Писание, что Всевышний любит трёх. Это Мишна, Сота, первая глава. Того, кто не гневается напрасно, того, кто не пьянеет, и того, кто не настаивает на полагающихся ему почестях. Конечно, понимаем, что такое Мишна. Это устная тара. И кого ненавидит, говорит Медраж, Мишна и устная тара в данном случае, трёх Всевышний ненавидит, говорящих одно в сердце и другое в устах, знающие свидетельства ближнего и не свидетельствующие. То есть, если кто-то знает что-то, нечто, что могло бы помочь ближнему в суде истину какую-то, и отказывается свидетельствовать об этом. Вот у нас в нашей общине, например, это происходит ежедневно. И запрещено свидетельствовать в одиночку, потому что такое свидетельство является порочищем для человека. Нет никого, кто бы это видел, никто, кто бы это знал. Ты приходишь и говоришь что-то о человеке, и у тебя нет ни доказательств, ни свидетелей. То есть, это клевета, называется клевета. Например, Мария Ивановна украла все мои гортензии. Бог-свидетель. Здесь ещё и Бог обременяется быть свидетелем. Чудовищно. Греховное пустословие. Навет. Даже если Мария Ивановна украла все гортензии. Нет свидетельств, нет доказательств. Необходимость двух свидетелей описана Тарея. Это опять-таки дворим, второзаконие. Один же свидетель не может свидетельствовать против человека, чтобы осудить на смерть, потому что осуждение за порог богохульства, например, это была смертная казнь. По словам двух свидетелей или трёх свидетелей, должен быть умершлён подлежащей смерти. Очень серьёзное свидетельство. И свидетельствовать о грехе кого-то, это также представить этому человеку невозможность попасть к Богу, если он не признает свой грех. А если ты свидетельствуешь о грехе кого-то, и у тебя нет доказательств, ты один, то ты его обрекаешь на такую смерть в вечности. Публично важно, если ты свидетельствуешь публично о грехе кого-то. Потому что нам сказал Христос, если ты видишь, дышит твой брат, подойди сначала к нему один, если он послушает тебя, слава Богу. Итак, публично высказывать обличение тому или иному человеку на основании исключительно личного свидетельства запрещено. И вот без такого обличения двух свидетелей невозможно раскрыть постыдный поступок перед общиной. И объявляется, название было такое у евреев, окроза перед всей общиной о каком-то грехе какого-то человека. Кто-то на кого-то накричал, обозвал, почему прилюдно, есть свидетели. Кто-то на кого-то наговорил, есть свидетели. Вот перед всей общиной об этом обязательно надо сказать. И такой человек, который согрешил и послушал общину, он исправляется и он кается. Но до того, как он покается, он не может быть нигде свидетелем. Опять, вот этот человек, который не покаялся в собственном грехе, он не может свидетельствовать ни о чем другом, ни о каком-то другом грехе и каких-то других порочных событиях. Он не имеет права, он как бы остается вне общины до своего раскаяния. Об этих законах Тары говорит Христос вновь прибывшим в христианство. Вот Иисус и описывает здесь в этих словах по поводу обличения именно вместо иерархии основные принципы общины. В общине нет какой-то иерархии, как в мире секулярном. Да не будет никогда так между вами. А кто хочет быть больше, пусть будет меньше. Тогда кто эти люди в золоченых митрах? Да не будет так между вами кто-то больший на табуретке. Интересно, кому это он, Христос, говорит? Но вы, если видите, что человек загрешил, грешит, гордится, или он злой, или он пропагандирует какие-то взгляды, которые уничижают одну нацию или другую, одного человека или другого, один народ или другой, или президента какого-либо народа, есть тому свидетели, то такого человека, конечно, надо обличить. Также не в милосердии, в жесткости, не в сочувствии, если есть свидетели тому. Об этом надо сказать, «Все общине, если человек покается, приобретаем брата, если не кается, то будет он как язычник для всей общины». И далее, вытекая из этой темы, говорит Христос, что «Если двое из вас согласятся на земле просить о чем-то, будет им от Отца моего, который на небесах». Это же логическая цепочка, это вытекает из предыдущего общения, предыдущих речений. «Ибо где двое или трое собранное во имя мое, там я посреди них». Речь шла о свидетелях. Это два свидетеля. Двое или трое учеников получают возможность судить во имя Иисуса, и их приговор будет иметь реальную силу. Об этом идет речь. И поэтому Христос так часто говорит о страшном грехе, лже-свидетельстве. «Почему, если собранное во имя мое, что не попросите, дастся вам, имеется в виду честный суд, честное прошение, честное дело, если оно честное, и есть свидетели, для суда, что это действительно справедливо, то я буду среди вас». И все, что вы попросите для этой цели справедливого суда, справедливого дела, Богу угодного начинания, я дам вам. То же самое, когда люди собираются двое и трое, как интересно, говорит древняя книга. И в Таре об этом идет речь. Если сидят двое, и между ними не завязывается беседа о Таре, о Боге, то это общество глумливых. Об этом говорит и Давид, и во встречах глумливых не участвует в первый Псалом. А если двое сидят и больше обсуждают сказанное в Таре, то шехина Дух Божий среди них. Также, если люди собираются двое и трое создать что-то ради Бога, что угодно, построить дом, какую-то пасеку, и в этом деле мероприятие не может быть уже отступление от Бога какая-то хитрость с налогами, какие-то неуплаты, недоплаты, если вы делаете это во имя Божие. И свидетельствуйте об этом, что Бог будет с вами. И глупец тот, кто строит дом, не получив благословения от Бога, ибо этот дом не устоит, говорит Давид. Поэтому здесь не обязательно двое и трое, а именно свидетельство того двое и трое. Обычно два свидетеля, минимум земля и небо. Илья и Моисей, которые были на горе, где Иисус показал свет нетварный своим ученикам. Истина истина, два свидетельства, повтор. И, конечно, мы можем с молицей всем собранием и обязаны, и призваны к этому. Ведь каждый христианин, это живая связь с Богом. Живая связь с Богом это и есть молитва. Потому Павел говорит непрестанно молитесь. То есть ваша живая связь с Богом непрерывна. Если мы о чем-то хотим просить, что-то случилось, или кого-то благодарить и выразить соболезнованным, мы все вместе, всей общиной молимся об этом. И нам для этого не нужно подписывать какой-то особый договор, какое-то особое соглашение, потому что мы уже христиане. И мы можем, конечно, сказать другу, давайте молиться о наших пострадавших людях в каком-то теракте, где-то в землетрясении, где-то во время каких-то военных событий. Давайте молиться обо всех, чтобы души человеческие не пропали в гневе, не пропали в грехе, не пропали в безверии. Мы скажем об этом вместе, и, конечно, в нашем сердце будет такая молитва. Не надо еще, расскажем для этого никаких соглашений, и тем более платить еще за это деньги. Это такой абсурд. Это буквально хула на Духа Святого. И как все здорово получается. Я знаю, что у меня делается. Я специальный батюшка, специальный текст заплатила, и все у тебя получится в мирской жизни и даже в духовной. И люди больные, немощные, там действительно нуждаются в каком-то участии врачей. Они собираются к какому-то часу и надеются на мантры, и на какого-то батюшку, который является чисто предпринимателем. Затрат никаких на то, что делается, а деньги льются рекой. Вообще, как можно молиться активно, с душой за тех, кого ты не знаешь? Единственное, как можно молиться всем нам, это за человека, что мы делаем на этой земле. И соглашение здесь совершенно ни к чему. Я имею в виду, что помолимся о Петре Николаевиче, который должен выздороветь, тебя понятия не имею, кто это такой. Может быть, он самый лютый грешник. И услышу я от Бога, не молись за Саула. Потому мы молимся всегда и о народах, и о людях. В общем, если я хочу помолиться о конкретном человеке, я должна его знать. Причём, это практика вот такого бизнеса, не такая уж и древняя, вернее, она совсем свеженькая. Она возникла тогда, когда появился интернет и возможность дурить людей с помощью соцсетей. Мне ещё говорят, откуда вы знаете по предыдущему видео, что Бог не троится? Нет, конечно, не знаю. Он может и троится, и четверовится, и что угодно. Потому что Бог не постижим для человека. Он есть дух, а дух дышит, где хочет. Друзья, не там, где мы ему сказали. Поэтому утверждать, что именно троится, недопустимо. А какой он, мы никто с вами не знаем. Ибо не дано это человеку. Знать трансцендентность Бога, непознаваемость. Невозможно это абсурд знать непознаваемость и утверждать, что непознаваемость познаваема, и у неё три головы. Друзья, это абсурд. Об этом я говорю. А каков Бог? Он знает человеку. Это не надо и никакой пользы от того, что мы скажем, что Христос Бог или Христос не Бог нам лично не принесёт. Но если мы будем ещё и утверждать, что именно что-то так, помимо того, что нам сказано в Писании, то мы будем брать на себя грех, потому что Бог трансцендентен. А вот энергии Его имманентны, они познаваемы. Христос — Слово Бога Живого, Его премудрость, Его энергия. И в этом плане мы можем познать то, что мы можем познать, но не более того, то, что нам даётся и открывается к самим Господом Богом. Всем радости и познания.